последняя неделя каникул как подготовиться к школе что сделать на что обратить внимание давайте разбираться оксана вот нужно ли повторять учебную программу этим любят заниматься многие родители они считают что вот скоро учебный год мы придем и ничего не помним нужно срочно изучить все предметы даже те которых мы не знали но я не советую это делать потому что есть определенное отведенное время в школе на повторение материала оставьте эту возможность учителям они сами все вспомнят с вашими детьми не надо переживать никто внезапно не начнет спрашивать их потому чего они не знают в это время я считаю что лучше заняться чем-то более приятным если все же родители очень хотят пихнуть определенное количество знаний в ребенка да то можно делать это в более приятных формах например сходить в какой-то музей исторический да где проведут интересную экскурсию где ребенок узнает что-то новое можно сходить в зоопарк и рассказать какие животные где проживают до какому там отряду и классу они относятся можно сходить позаниматься не знаю каким творчеством да то что потом способствует развитию там не знаю моторики и тому подобное чтобы у ребенка это вызывало положительные эмоции так как если мы что-то узнаем во время вот такого положительного эмоционального состояния это лучше запоминается и ребенок сможет это перенести вот в школьную жизнь и рассказать об этом ребятам рассказать это на уроке я думаю это будет намного полезнее очень многие родители впадают в настоящую панику когда как раз остается вот одна неделя да кажется ничего не успели канцелярию не собрали ребенка не собрали сами не собрались морально не готовы что делать как остановить эту панику важно понимать что когда ты находишься состояние паники тебе сложнее ориентироваться для этого первоначально нужно успокоиться взять себя в руки и свежей головой принимать какие-то решения можно составить какой-то список что уже сделано либо дописать туда что еще не сделано но нужно успеть можно составить определенный план график то есть когда все это будет выполняться каким образом и когда ты для себя уже поэтапно расписываешь что и как тебе делать как тебе действовать все становится уже гораздо проще а вот как раз вы упомянули что можно составить такой список чек-лист для каждой семьи он будет конечно свой но если какие-то общие может быть рекомендации что точно нужно сделать допустим вот за неделю ну за неделю естественно нужно собрать ребенка в школу опять же это можно сделать более веселой форме все мы знаем фильм про гарри поттера когда он ходил по косому переулку собирал вещи которые пригодятся ему да в будущем учебном году можно устроить вот такой небольшой квест с ребенком записать то что нужно и пойти искать вот эти необходимые принадлежности очень важно чтобы они приносили радость вот действительно чтобы была красивая ручка которую ребенок захочет писать чтобы была симпатичная тетрадка которую можно показать одноклассникам да чтобы хотелось идти в школу потому что у тебя так много классных красивых принадлежностей выбор формы естественно посмотреть не выросли ребенок из сменки потому что внезапно он придет и не влезет свои старые любимые кроссовки ну вот основные вещи которые стоит успеть подготовка конечно ну и плюс режим дня если вы не придерживались его в течение лета что маловероятно да в общем-то наладить его вот эта неделя как раз я думаю время которое должно хватить чтобы наладить его привести все в порядок то что чем меньше стресса нас в жизни тем легче нам адаптироваться вот а стоит ли вот в эту неделю обсуждать ребенком какие-то дополнительные занятия секции кружки что вот ты сейчас пойдешь в школу и так куда мы тебя запишем значит на хор на пение на танцы на что-то нужно или нет это делать заранее в какой форме я думаю поговорить с ребенком об этом можно но очень важно услышать действительно ответ самого ребенка то есть если вы обсуждаете что ребенок хочет пойти на хор на танцы и куда-то еще например на рисование и видите что из всего того что вы обсудили ему прилипнулась только рисование остальное навязывать особенно в первые учебные дни не стоит то есть по ходу дальше уже можно будет определяться очень важно чтобы ребенок сам получал удовольствие от того что он делает чтобы он делал это искренне желанием чтобы не произошла демотивация ну то есть я так понимаю что если его заранее немножко передавить он еще и на учебу не захочет идти скорее всего да что делать если ребенок вот часто дети вот они их затягивает же отдых да вот осталась последняя неделька тут родители со своими кружками что-то нужно обсуждать естественно некоторые дети говорят ну что я ничего не хочу да я хочу гулять отдыхать что родителю нужно сделать ну это нормально когда мы занимались чем-то веселым и интересным и внезапно мы должны приступить к каким-то обязанностям в этом случае опять же стоит сделать в эту последнюю неделю подготовку к школе максимально позитивной чтобы ребенок понимал что хорошего его там ждет то есть правда есть здесь которые не очень любят посещать школу по тем или иным причинам здесь здорово устроить чаепитие обсудить какие приятные воспоминания были у родителя опять же да вот как вариант посмотреть фотографии да рассказать о своем опыте поделиться чем-то максимально веселым интересным как проводили перемены какие друзья остались узнать у ребенка по кому он соскучился там что он увидит своего любимого учителя увидит своего друга что это ему принесет чем он может поделиться за время своих каникул да какие истории он расскажет на такой позитивный настрой очень хорошо скажется на последующем обучение а если это ребенок постарше уже подросток и у него помимо кружков да еще возникает вопрос допустим с предпрофессиональными классами с вертикалью обучения помладше а подросток ничего не хочу все ничего не хочу конечно в школу пойду но ничего не хочу вот что родителям в этом случае стоит вот сделать на что обратить внимание как себя вести вообще мотивация это очень сложный вопрос для каждого ответ будет индивидуальным важно понять почему ребенок не хочет что-то делать потому что просто так не бывает просто не хочу обязательно что-то за этим стоит возможно опять же негативные отношения в классе тогда понятно что ребенок не хочет туда возвращаться возможно конфликт с учителем происходил тоже понятно что ребенок вряд ли хочет идти к тому же учителю изучать предмет возможно ребенок не может определиться в какую класс ему идти и вот этот неизвестность она не дает ему позитивно относиться к своему обучение то есть лучше вообще ничего не делать чем сделать и ошибиться такое тоже часто бывает здесь важно очень узнать причину почему конкретно у ребенка вот негатив к школе и к обучению ну там это будет проще решительно хотелось бы добавить очень часто у ребенка бывает пропадает интерес к школе в связи с тем что ему там не интересно то есть он может с интересом изучать дома какой-то предмет но приходя в школу он теряет этот интерес и в этом случае тоже важно обсудить с вашим ребенком какие у него ожидания от самой школы может быть в школе не дают ему той информации которая ему действительно нужна и необходима поэтому можно поговорить с ребенком о том что возможен переход в другую школу но также очень важно чтобы ребенок сам принимал это решение стоит ли ему переходить в другую школу или не стоит может быть ему нужно перевестись просто другой более сильный класс но родители очень часто из там лучших побуждений они начинают немножко вперед вылезать да то есть заранее узнавать какие будут предметы какие будут учителя то есть решать что лучше где и вот стоит ли вообще родителям до начала учебного года там узнавать эту информацию пытаться узнать какие будут предметы какая будет программа что мы будем делать нужно или нет но это опять же к вопросу о том что все новое нас пугает то есть да у нас есть информация мы можем уже с большей уверенностью для себя принимать какое-то решение стоит ли нам делать то или иное или оставится так как есть ну то есть я правильно понимаю если родитель уж очень волнуется пусть он тогда сам походит поспрашивает позвонит учителю и узнает информацию успокоиться и не будет нервировать своего же ребенка собственно да да и а что не нужно делать родителю вот с той информацией которую он получил вот все успокоился родитель узнал какие будут предметы кто будет преподаватель какой класс дальше что что не стоит делать ну не стоит переносить прошлый негативный опыт на нынешний учебный год потому что часть например появляется физика да в учебной программе а с математикой были проблемы у ребенка и вот мама приходит и говорит все у нас в этом году и физика с ней тоже будут проблемы опять у нас будут двойки еще и по этому предмету вот этого делать точно не стоит стоит подготовить ребенка позитивно сказать ему вау физика мы там будем изучать как устроена наша планета говорить о том что опять ты будешь учиться не очень хорошо опять придется репетиторов нанимать это самая частая ошибка которую делают родители да там мамы папы говорят что опять то же самое опять ты будешь вот таким заведомо настраивают негатив ребенка и дети да имеют свойство расти имеют свойство меняться за лето лето это маленькая жизнь и правда это может быть уже совершенно другой человек иногда родители семьи они попадают в другую крайность что максимально хотят разгрузить ребенка вот в последнюю неделю каникул и там в первые дни учебы и то есть просто вот гуляй на всю катушку там любой режим все уже сбито но главное вот урвать последние вот эти вот неделю лета как будто до этого вот эти там три месяца это нет мы не гуляли вот стоит ли вообще так делать и ну насколько это вредно насколько это правильно наоборот ну это звучит как синдром такой отложенной жизни мы все лет ничем не занимались а в последнюю неделю возьмем все самое лучшее на самом деле так как у ребенка психика еще не до конца сформирована да то что хорошо взрослому не очень хорошо несовершеннолетнему да и вот такие большие перепады резкие могут негативно сказаться на том как ребенок будет чувствовать себя в школе вот вчера он еще там да до часу не спал веселился на батуте прыгал а сегодня он же должен отсидеть шесть уроков и при этом соблюдать правила которые установлены в школе естественно нужно поберечь и ребенка и учителя который в общем то встретит его первого сентября стоит немножечко подготовиться все-таки какой-то режим должен быть ребенок должен быть выспавшимся ребенок должен быть не голодным до чувствовать себя хотя бы физически хорошо морально понятно что тут сложнее все-таки это какой-никакой стресс но хотя бы физические потребности точно должны быть удовлетворены и в общем выспаться обязательно стоит последнюю неделю что вот еще какие есть еще такие подводные камни ну на мой взгляд тоже не стоит скажем так кидаться во все тяжкие последнюю неделю перед обучением важно помнить что наш организм отдыхает в большинстве это своем да в состоянии покоя то есть вот эти все эмоциональные качели они не очень хорошо сказываются на способности отдохнуть восстановить свои силы потому что все равно большое изобилие внешних каких-то факторов оно сказывается это позитивный но все-таки стресс для и для ребенка в том числе поэтому стоит умеренно конечно если что-то есть очень важное что вы не успели там например посетить знак какой-то музей выставку которую ребенок очень хотел сделать стоит это сделать действительно чтобы лето не казалось потрачено впустую но впихнуть все в неделю наверное ну это плохая идея в общем то составить можно какой-то список с ранжированием до самых важных мероприятий и то что можно сделать например ближайшие каникулы перенести это на осенние зимние каникулы и у вас уже будет план чем вы будете заниматься в ближайшее время ну и последняя неделя у нас перетекает плавно новый учебный год вот на что стоит обратить внимание до психологически родителям и детям в первые дни учебы когда она уже началась все 1 сентября 2 сентября что мы делаем важно спрашивать ребенка как прошел день что сегодня было в школе если ребенок из младшей школы перешел в среднюю школу спросить насколько у него получается ориентироваться в школе с какими учителями он уже успел познакомиться с какими уже нашел каким он учителям уже смог найти подход то есть может быть он уже выбрал для себя какой-то предмет который ему нравится интересоваться до эмоциональным состоянием действительно очень важно и плюс стоит помнить что для ребенка нужно оставлять время на какие-то личные вещи на личные дела на время для отдыха немножечко уже его подготавливать к обычному распорядку дня который будет действовать в течение всего учебного года обращайте внимание на то как физически он себя чувствует опять же к вопросу там о том сколько ему нужно спать да возможно он устает больше чем обычно что ребенок растет и варьируется и время сна и все остальное и в общем то не забывать о отдыхе и смене деятельности гулять на свежем воздухе получать не знаю в общем то новую информацию взаимодействие с окружающим миром что это не только уроки и ты пришел сидишь за столом выполняешь какие-то задания все-таки делать что-то другое помимо учебы тоже не стоит забывать да хотелось бы добавить что важно также обращать внимание на то перегружен ли ваш ребенок или нет то есть сколько у него остается личного свободного времени в сутках когда он сходил в школу покушал учитываем дорогу секции различные то есть если остается менее чем три часа свободного времени то желательно как-то разгрузить ребенка то есть можно скажем так отменить часть каких-то кружков чтобы у него было больше свободного времени на отдых потому что это действительно является важным правильно я понимаю залог хорошего труда это хороший отдых все таки спасибо большое за советы надеюсь они помогут и детям и родителям продуктивно провести последнюю неделю каникул и уверенно войти в новый учебный год это все таки спасибо за субтитры сделал DimaTorzok